Мы продолжаем выпуск. В посёлке Искатели очередная посиделка для трёх близких товарищей закончилась кровопролитной поножовщиной. Во время застолья между молодыми людьми разгорелся конфликт. В результате один из них внезапно взял в руки нож и начал нападать на своих друзей. Жертв, к счастью, удалось избежать. Правда, одного пришлось срочно госпитализировать в реанимационное отделение. С места происшествия подробности расскажет Олег Хатензейский. Начали по обыкновению, за здравие, а закончили страшной дракой с применением ножа. Вот в углу возле раковины стоит допитая бутылка водки, на полу по всей квартире кровавые лужи. По красным пятнам на стенах и дверях, которые ведут к выходу, несложно понять, что потерпевшие в спешке пытались выбраться из квартиры. А тем временем один из товарищей преследовал их и продолжал наносить удары ножом. Трое приятелей употребляли алкогольные напитки, и в результате словесной перепалки между ними завязалась драка. Один из них нанёс ножевые ранения обоим своим товарищам. Из-за чего именно произошла ссора между товарищами, сейчас это только предстоит выяснить сотрудникам полиции. Но даже сам виновник, случившегося на тяжёлую голову, произошедшее, вспоминает с трудом. Кстати, он уже находится за решёткой. Стражи порядка по горячим следам задержали его в тот же день. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Сотрудниками полиции был задержан подозреваемый. Им оказался житель посёлка Искателей, ранее судимый. Одному из потерпевших удалось отделаться небольшими травмами. У него порезана кисть на руке, а также лезвием ножа задето плечо. Медики сказали, что до свадьбы заживёт. Получить комментарий от врачей нам пока не удалось. Впрочем, известно, что один из потерпевших уже находится дома, и его выписали. У второго дела намного хуже. Он получил сразу несколько ножевых ранений в область живота и грудной клетки. И сейчас находится в реанимационном отделении. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Подобных жестоких случаев в Ненецком округе, отмечают полицейские, уже не было давно. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему же другу, задержанному грозит реальный срок до 8 лет лишения свободы. Олег Катанзийский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова